Всем доброе утро! Я Игорь Жариков, это Таня Фридрих, и мы в прекрасном настроении. Я надеюсь, вы тоже. Мы очень рады, что вы вместе с нами. Ну и, конечно же, раз вы посидите перед телевизором, значит, у вас есть свободное время, а значит, доставайте блокноты и записывайте время удивительных рецептов, которые мы нашли в интернете. Таня, как он называется? Не знаешь, я тоже не знаю. Солёная кислинка, давай так, ребята, назовём. Рецепт солёной кислинка, давай, рассказывай, как его готовить. На нас и Новый год, и каждая хозяйка мечтает удивительными блюдами. Что же, друзья, не ломайте голову, замаринуйте лимоны. Как это делают хозяйщики с североафриканских кухонь? Делать это очень легко и просто. Игорь, это никогда не делал, я тоже это никогда не делала. Но что пишет интернет? А вот что он пишет. Берёте литровую банку. Ну, в данном случае мы взяли... Ну, 75. У-у, какие познания. Голоса в маску. Хорошо, берёте банку. Далее, берёте такие красивые лимоны. Внимание, друзья, именно с тонкой кожурой, иначе есть риск, что они не промаринуются и будут отдавать горечью, возможно, икру. И нам нужна ещё, знаете что, крупная соль. Морская соль. Ну да. Так редактор сказал. У нас морская? Да, у нас морская соль, которую кое-как нашли. Хорошо, ладно. После этого вы берёте, с одной стороны надрезаете лимон крест-накрест. А с какой стороны есть смысл? Ну, смотри, так. Со стороны носика. Вот носика. Не со стороны попки, а со стороны носика. Давай, надрезай, примерно, ну, не до конца. Ну, чуть больше половины. Да, надрезайте. Только перед этим обязательно очень хорошо помойте лимоны, потому что они будут мариноваться, вы потом будете их есть, добавлять различные блюда, и поэтому, ну, чтобы всё было хорошо, лишний раз прям... После того, как ты надрезал, ты всё сделал правильно, нам нужно... Это было сложно сделать неправильно. Так, что нужно? Нам нужно с тобой взять ложку, ну, давай прям над банкой это будем делать, и вот в этот разрез добавлять соль. Немного... Ой, многовато ли я? Или маловато? Непонятно. Ну, примерно так должно быть. Мне кажется, безопасно это будет всё-таки делать над доской. Хорошо. Ну, хорошо. Раздвигаем. Так. Я помещаю в банку. А, перед тем, как положить лимоны в баночку, нужно немножко придавить, чтобы пошёл вот наш дорогой сок, и прячь, пожалуйста, глаза, потому что... Так, у меня готово, у тебя готово. Всё, отпускай, отпускай. Да, если у вас есть микротрещина на руках, вы понимаете, что будет больно. А ты правильно положила разрезом вверх? Ну, мне так понравилось. Хорошо, я попробую разрезом вниз, мне там всё уже капает, да. Ты правильно сказал, потому что здесь и соль, и лимон, и у меня сейчас очень сильно болит пальчик. Да, можем сейчас включить песню «Не слепь мне соль на рану», чтобы уже окончательно добить твою нервную систему. Нет, пожалуй. Итак, друзья, далее ставим банку в тёмное и прохладное место, и время от времени проверяем. Через 10-12 дней, как пишет интернет, можно пробовать. Получается, примерно 22 или 24 декабря у нас будет день дегустации нашей закуски, которая должна отлично подойти к мясным, рыбным, овощным. Это перец? И густым супом. Так, это перчик, да. Вот прям, ну так. Давай, давай, целиком. Всё целиком? Конечно, конечно. Чтобы прям промариновались наши лимоны. Вот так. Ты подавил? Я подавил. Вот давай ещё. Вот и я прям. Давай прям или тогда исполнил. Давай поперчим, да. Поперчим. Как ты любишь перчить, да. Всё, поперчили. А соль? Ещё соли надо. Да, не жадничай. Что ж, мы зря искали её в магазинах. Ну, ей-богу. Морская соль. Морская соль. Запомните. Морская. И ещё? Нет, хватит? Всё, давай, закрываем плотно. Ещё смотри, для прям убедительности потрясём, потому что сок же пошёл. Вот, уже соль мокрая, влажная. И сейчас всё на местах, самое главное, идти в нашей студии. Таня обожает бары, поэтому она знает, как это делать профессионально. Друзья, мы надеемся, что у нас получится вкусное блюдо, по крайней мере, лимоны. Мы все это, это замечательный, что это, фрукт? Фрукт, фрукт, да. Лимон, это лимон. Мы ели, это вполне понятный продукт, другое дело, маринованные, подснежники. Оказывается, есть такое блюдо, каково оно на вкус, а также на других солениях, расскажут наши корреспонденты-дегустаторы. А что вы тут с лимоном? Надо было подснежить, какие подснежники в декабре? Давайте, давайте, в тёмное место, пожалуйста.